Всем привет! Продолжаем пытаться добыть янки. Возможно, этот всем привет окажется среди видео, хотя вроде бы это должна быть новая часть. Последняя миссия за JD, The Maidman. Довольно трудная миссия. Так, отлично, трак у нас остался, когда мы припарковались здесь. Миссия чем трудна? Тем, что за нами будет погоня. Однако, если я правильно помню, то от погони можно совершенно спокойно избавиться, тупо убив нападающих. То есть, если мне хватит времени, то я смогу избавиться от нападающих, как я и говорил, и спокойно доехать. Правда, дальше миссия легче, к сожалению, не становится. Нам потребуется довезти машину вначале до дома Мики, ну или до его апартаментов, правильнее будет сказать, а потом и утопить. То есть, все это время у нас будет шанс схлопотать звезду. Я сейчас думаю, как бы поставить машину, а точнее нашей янки, чтобы он не диспавнился. Ну, давайте попробуем его чуть поближе вот сюда. Оп. И сохраним, сохраним наше состояние. Отлично, мы смогли выйти с нужной стороны. Я, кстати, попробовал, как мне писали в комментариях, быстро выйти и войти. И, к сожалению, как только мы выходим, войти уже не представляется никакой возможности. То есть, мы вышли и все. Вернуться у нас не выйдет. Для тех, кто не знает, почему мы избавляемся от Джей Ди, напомню то, что Сальваторе не доверяет Джей Ди, ведь когда-то он был за Синдака и смог переметнуться на сторону Леоны. А это означает то, что он в любой момент может с тем же успехом бросить Леоны и переметнуться на сторону кого-либо еще. То есть, поэтому Сальваторе не доверяет Джей Ди. Приходится от него избавляться. Я не помню, на каком именно участке конкретно появятся наши преследователи, но надеюсь то, что я успею среагировать и все будет хорошо в этом плане. Также надеюсь то, что я не слишком далеко припарковал наши Янки. Нет, все нормально. О, уже? А вот и... А вот и нападающие. О, господи. Ау. Да что вы творите, уроды? Так, надо отойти. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Да в кого? Не в него, а в них. Да, да... Неужели? Не знаю, насколько это получилось хорошо или плохо, но вроде как, если я правильно помню, за нами больше никто не должен выехать. А это означает, что... все у нас хорошо. Что-то я думал, что они появятся позже. Видимо, у них триггерится появление не по дальности, насколько мы отъехали от клуба, а какой-то интервал времени должен пройти от начала. Я так понимаю, не начало миссии даже, скорее всего, а от момента, когда мы сперва сели в машину. Опять же, это лишь мои предположения и догадки. То есть, может быть, все не так работает. Так, мне кажется, в этот раз мы очень далеко отъехали, но попытаемся все-таки где-то здесь припарковать Янки. Многие спрашивают в комментариях, типа, Заза, зачем тебе этот Янки вообще нужен? Типа, чем он такой хорош? Почему он вообще... Зачем ты тратишь столько времени и сил? Ну, ответ прост. На самом деле, во-первых, эта машина довольно уникальна. Цвет, на мой взгляд, одно из самых интересных свойств, которые, ну, никак нельзя добыть. То есть, есть всякие баги на, там, неуязвимость и прочее, да? Типа, когда через крашер мы машину. Но, например, на цвет баг есть только, чтобы перекрасить машину в черный. И то, я не помню, по-моему, он в Vice City, что ли. В любом случае, цвет это такое очень сильно увлекательное свойство, на мой взгляд. Плюс ко всему, тяжелая физика. Тоже то, что нельзя как-то искусственным путем добавить к автомобилю. А учитывая, что эта тачка довольно массивная, то тяжелая физика ей придаст еще большую мощь, так сказать. То есть, тоже очень клевое свойство, на самом-то деле. Ну и, в-третьих, думаю, тоже немаловажно упомянуть то, что эта машина ранее считалась недобываемой. Да и что значит ранее? Она до сих пор считается недобываемой. Однако, после того, как появился дюб, появились и, так сказать, надежды некоторые. Надо ее добычу. Вот здесь очень стрёмное место. Натемненно смогу припарковать так, чтобы прижать его к дереву. Наверное, надо было выбирать некий другой маршрут, потому что тут... Блин. Не надо об дерево только биться сильно. Потому что тут будет сложно найти... Оп, нет. О! Я успел сесть? Что? Ну-ка. А теперь давайте вот сохранимся еще раз. Посмотрим, смогу ли я теперь, если отойду, садиться в машину обратно. О, господи, это работает! Да. Одной проблемой меньше. Но, с другой стороны, почему я не смог это сделать чуть раньше, я не понял. В общем, я предлагаю здесь сделать небольшой перерывчик, наверное. Ну-ка, проверим, могу ли я еще раз... Да, смотрите-ка, дверь не считается сокрытой. Шикарно! Может, теперь и правило трех машин будет работать? Надо это будет проверить. Ну, в принципе, проверить-то не сложно. Давайте сделаем вот так. Ну, вот, смотрите, давайте попытаемся оставить здесь, хотя... Ну, ладно, давайте попытаемся оставить здесь и отъехать. Если что, мы недалеко уехали. Ну, допустим, мне кажется, вот сюда довольно далеко уже уехали, и в любом случае он бы диспаунился на шлянке. А сейчас он стоит. Лол! Лол! Это дает надежду, ребят, если он сейчас у нас стоит и реально сейчас не диспаунился, когда мы, например, триггернем миссию, то это реально дает надежду. Ну, видимо, не будет. Сейчас паузы, как и планировалось. Чувак... Опять же, это был пользователь одинокий, который мне посоветовал, так сказать, по-быстрому выйти и войти. Если ты это смотришь, огромное тебе спасибо, потому что это... Если действительно сейчас машина не диспаунится, то это будет нереально круто, но тебе в любом случае огромное спасибо, хотя бы просто потому, просто потому, что мы теперь можем выходить где угодно и не волноваться. Но Янки, кстати, исчез, да? Что ж. Ничего страшного не произошло. Главное сейчас загрузить. Да, все хорошо. Ничего страшного на самом деле не произошло. Просто теперь проверим. Да, смотрите-ка, дверь не закрывается обратно. То есть, когда у нас закрывалась дверь, она... Точнее, когда у нас дверь заперта была, она дальше, если мы ее оставляли открыто, она все равно почему-то захлопывалась. Может быть, не до конца, и там реально было видно, что и можно куда сесть, но, к сожалению, игра считала, что машина заперта. Однако, напомню, что один раз меня запертость, так сказать, спасла, просто потому, что я спокойно смог взять и сесть в машину, а коп, который за мной бежал, не смог этого сделать. И все. Нет, ну это определенно огромное теперь, так сказать, облегчение для меня, раз машина у нас теперь спокойно не запирается. Я серьезно, я не понимаю, я действительно пробовал по-быстрому выйти и войти обратно, но почему сейчас это удалось? Видимо, я дверь как-то подбил. Возможно, нет. Так, давайте опять сохранимся. По стандарту, да? Не будем все-таки рисковать сильно. А вот теперь, по-моему, она закрылась. А, нет, нормально. Странно, странно, но главное, что теперь она открыта. Отлично. Отлично. Так, и я рад, что за нами выехало всего две машины. Синдако, которые пытались нас убить. То есть, как бы, все хорошо. Больше не появляется противников. Там, по-моему, не важно, как я остановлюсь, все равно развернется. Я вот сейчас не вижу. Блин. Она диспавнилась, что ли? Из этого дождя, на самом деле, не так сильно у меня заметно, хотя, наверняка, на видео будет куда проще, потому что YouTube осветляет. да, смотрите-ка. Янки диспавнился. Угу. А если мы подвезем еще ближе? Загрузить. Ну, то есть, если я прям его совсем вот сюда подвезу, диспавнился ли он в таком случае? Ну, где-нибудь здесь. надеюсь, это не будет сильной проблемой для нас. Не хочу, чтобы эта миссия оказалась крайней, которой мы сможем пройти. Дайк ту за церемонию. Оп. Блин. Это было не очень, ребят, вышло. Сорян. Так. Ну, я думаю, эту миссию мы все-таки сможем пройти. Как бы у меня такое прям предчувствие хорошее касаемо этой миссии. однако Янки у нас уже так изрядно побит. Но хотя бы еще не дымится. Это плюс. Так. Значит, Янки диспавнился. Видимо, диспавнился некая около вот это вот крашерное пространство. Все. Диспавнился. Наверное, для того, чтобы машины не помешали как бы в катсцене участвовать. Пытаемся припарковаться здесь. Дверь закрылась? Нет? Нет, все хорошо. Смотрите. У меня просто, знаете, уже осталось такое ощущение, что вроде все нормально, но на самом деле машина заперта. Но сейчас все хорошо. пытаемся оставить где-нибудь там наш в боевой Янке. Так. Опять же, на самом деле не вижу. По-моему, он опять испавнился. Ну да. Что ж, это уже мне начинает немножко беспокоить. Пытаемся увезти Янке куда-нибудь вообще в другую сторону. То есть, наоборот, немножко назад где-нибудь около пожарной машины его оставить. Почему нет? Место хорошее. И будем надеяться, что ничего не диспавнится. Как бы давно заметил то, что у некоторых триггеров, то есть маркеров миссий, есть такая особенность, что она диспавнит машины и, скорее всего, пешеходов в некотором окружении. чтобы просто кат-сцена, так сказать, прошла гладко. И вот просто надо понять, где здесь границы. Но в то же время, как видите, есть проблема. Янки диспавнятся вместе с дальностью удаления от этой штуки. То есть, я уж, честно говоря, не особо знаю, куда можно поставить, загрузить состояние. Хм. Ну, например, попытаться поставить его аж на ту сторону парковки. Мне кажется, он чисто тупо диспавнится. А, давайте вот сюда пытаемся поставить. Куда-нибудь. Как бы еще дальше. На самом деле. Как бы он тупо не диспавнится, когда я побегу за машиной. Надеюсь, этого не произойдет. ближе уже ставить бессмысленно. Это мы это поняли. Хм. А может быть тогда Янки пропало не потому, что мы далеко уехали, а потому, что мы активили триггер, когда мы проверяли правила трех машин. То есть, когда мы его оставляли вообще хрен знает где, и он все-таки спавнился. Так. Пам. Поехали. Сейчас тогда если он опять диспавнится, мы протестим правила трех машин, пытавшись уехать вообще хрен знает куда. Да, он диспавнился. То есть, давайте попытаемся смотреть, что сделать. Ну, оставим где-нибудь здесь, например, неважно где на самом деле. Пытаемся уехать, например, ну, ну, какое расстояние можно считать стопроцентно, так сказать. Ну, наверное, где-нибудь до пейнт-спрея по длине, ну, именно по дальности. То есть, вот мы сейчас сюда куда-нибудь отъедем. Ну, да, я думаю, до перекрестка этого большого. Главное сейчас машину не взорвать. Колесо пробито. Ну, вот это расстояние как бы, ну, очевидно, что оно большое, и по правилу трех машин Янки должен остаться. По прошлым нашим правилам он деспаунился. Что будет сейчас? Он стоит. Это значит только одно. Его надо попытаться увезти как можно дальше. Только не говорите то, что здесь деспаунился абсолютно все окружение. Если мы вообще-то не в той машине сижу. Очень интересное свойство на самом деле то, что запертые машины не считаются тем транспортом, в который сидел Тони и поэтому получается, что они не участвуют в правиле трех машин. Очень интересно все это ново, так сказать, для меня. Ну что ж, попытаемся его как раз таки на этом перекрестке оставить. Я думаю, если уж и здесь он деспаунился, то это ну это прям совсем капец будет. Пытаемся где-нибудь вот тут его припарковать. Теперь надо бежать обратно, потому что я не хочу садиться в другой транспорт, чтобы так сказать право трех машин использовать. Но можно сделать вот так. Хе-хе-хе. Очень полезная функция. Я бегу даже без спринта, но все это происходит очень быстро. Оп. изи. Что ж, ну если там диспавнится, ну это будет, ребят, совсем странно. Какой-то здесь получается тогда огромный будет радиус диспауна. окей, это понятно, что если машина увидит машину в таком состоянии, то она хвост будет за нами. Однако постараемся не попасться на глаза копам. Ну там уж как повезет. На самом деле у меня сейчас главная цель не проверить есть ли копы или нет. А я кажется вижу Янки. Да, детка. Янки остался. Ну что ж, тогда можно и доехать до Мики, потом вернуться утопить машину и собственно говоря вернуться за нашим Янки. Раз уж он тут спокойненько стоит и ждет своего часа. Так, как бы только утопиться так, чтобы сам я не утонул. Ну, например, вот здесь. доплывет она там. Да. Нет, она стоп, она взорвалась. Что? Я слышал отчетливо взрыв машины, но мне написали, что миссия пройдена, хотя надо было утопить. Кстати, вы ничего не видели. Ладно, вернемся к нашему к нашему Янке. Ну, вначале, конечно же, ответим на звонок. О, а вот и Винни. Ну, знаете, теперь, как бы, я уже не вижу никаких проблем для сохранения Янки. если она теперь подчиняется правилу трех машин. Аааа, вы стебетесь, что ли, он заперт. Какого мать вашу хрена. Ладно. Давайте, ребята, я сделаю паузу здесь и, соответственно, повторю все то, что я сделал. Осталось понять, почему машины запираются. Опять же, одинокий, по-моему, мне писал, но я, если честно, забыл. Что-то там связанное с захлопыванием двери, когда я сижу в машине, по-моему. Блин, машина, разъезжайте. В общем, давайте делаем паузу. Скорее всего, кстати, вот это вот место, где я оставил машину, это не самый ближний вариант. Наверное, можно где-нибудь поближе оставить. Но здесь, как мне кажется, более-менее выгодное место. Давайте, значит, сохранимся. Сохранимся. Попробуем все выйти. Ну что, она закрывается? Нет, все хорошо. В общем, давайте. И я вернусь, когда пройду миссию и сяду обратно в Янки. Итак, я вернулся. Как видите, миссия пройдена, я в Янке, все хорошо. Вместо чего, на фоне есть какой-то звук, как будто, знаете, колеса. Я думаю, вы слышите в правом наушнике сейчас. Я не знаю, как от него избавиться. И как он появился, я тоже не знаю. В общем, неприятная вещь. Так, ладно, давайте вспомним, где мы оставляли наш Маверик, когда пытались его добыть. Вот, теперь в левом ухе. В общем, странно, очень странно. Он, по-моему, появился, когда я заехал на Маркер во время, так сказать, разворота. То есть, я специально тормозил и заезжал на Маркер. Так, вначале давайте здесь остановимся. Звук, на самом деле, неприятный. Support on Chainsaw Masquerade. И он, почему-то, не исчезает, как вы видите. Может быть, можно пропустить его? Нет. Видимо, нельзя. Так, я вспомнил, где мы оставляли наш Маверик. Что ж, давайте доедем до того места. Так. Это было где-то там вот. Видимо, не стоило делать, как я. Так, а проблема у нас в том, что здесь забор. Ну, попытаемся оставить где-нибудь здесь, я думаю. Почему бы и нет. Как бы, проблема в том, что у меня уже нет сохранения, так, чтобы избавиться от этого звука. Давайте заранее проверим. Все хорошо. Да, отлично. И, получается, нам придется его теперь слушать до конца, видимо. Либо я могу отключить звуки вообще в целом. Но не знаю, сколько это хороший вариант. броневое оружие, насколько я понял, он там спокойно дадут. Поэтому, ать, благо здесь нельзя провалиться. на самом деле, не очень удобно одной рукой управлять джойстиком и держать в тот же момент консоль в руках. Поэтому я бегу немножко странно и очень неровно. надеюсь, что сейчас ничего не спаунится. Блин, даже здесь этот звук будет. Что ж такое? Конечно же, мы возьмем револьвер. Он пригодится нам. Также здесь поворотик налево и пополним армор. Так, есть ли тут смысл, чем у нас есть смысл отстреливаться только этим на самом деле. Ну все, пора бежать. Как-то бегу как будто в замедленной съемке, по-моему. Давайте сделаем перезарядочку. перелеснув оружие. Так. На самом деле очень неприятно будет, с ними попадут. Оп. Успели. Ой-ой-ой. Отлично. Они сами вот в этих штуках застревают в коробках. Так что, в принципе, шансы у нас примерно равны. однако, учитывая, что я все-таки стараюсь мансовать. Оп. Изи. Ау. Падла. больно все-таки. А. Ха. Добьем ногой. Так. ХП. На самом деле можно было не терять весь этот армор. Оп. Что у него тут выпало? Мусор. Ну мы его возьмем в качестве патронов. Надеюсь, Янки на месте ждет нас. Иначе придется придумать что-то новое. Так. 3000 долларов. Спасибо. Да-да-да. Сальваторе. Сальваторе. Иначе я просто отсюда не вылезу. Янки. Е-бой. Все на месте. Ну я думаю здесь мы временно остановимся. То есть дальше опять на миссию Салва. Сейчас я пока что немножко уже устал. Очень рад что у нас теперь все работает как нормальный транспорт, а не как ущербная запертая машина. Хотя признаюсь было довольно интересно. Напишите в комментах убрать ли этот звук. Хотя видосы же выходят не сразу как я их снимаю. Поэтому скорее всего я наверное так и сделаю. Хотя бы вот так. О! А так он пропал. Сейчас. Лол! Все он пропал. Извиняюсь тогда за то что вам пришлось выслушать это. Что ж надеюсь мы сейчас не покоцаем наш Янки. Прям за нами полицейская машина ее наверное не видно но она есть. Это фигово. Вот она. А и ладно в принципе мы сохранились так что особо всего проблем не будет. с другой стороны попробуем здесь с нами вышли нет. Давайте сохранимся попробуем зайти на миссию посмотрим исчезли наш Янки или нет уже в зависимости от этого а нет в любом случае закончим играть потому что лол лол вот такой подъех такой типа здравствуйте что скажете мне кажется он исчез потому что там про оружие показали а нет он стоит на месте ну как я говорил ранее в любом случае мы сейчас не пойдем на миссию броня оружие в общем ребят встретимся в следующей части нам осталось теперь пройти не так много миссий на самом деле и учитывая что у нас есть возможность сохранения и то что теперь у нас Янки работает как нормальный транспорт который подчиняется всем законам и правилам трех машин то я думаю нам уже не составит никакого труда добраться до Стаунтона и сохранить эту уникальную машину что ж встретимся через мгновение потому что вроде как эта часть должна попасть примерно на середину ролика до сих пор до сих пор Продолжение следует...